Понятие союзника у нас сейчас на бумаге, на фактах, его нет, а многие наши псевдосоюзники помогают опосредственно нашему противнику. Друзья, всем привет! Сейчас поговорим о том, как Россия осталась без союзников. На дипломатическом фронте у них, знаете, на западном фронте беспеременно. У них не то, что полностью беспеременные, никаких движений, никаких союзников, всех растеряли. И поэтому вот в такой ситуации, знаете, где они начали искать союзников? В африканских тюрьмах. Специальные рейсы Вагнера уже полетели. Сейчас об этом вам расскажу подробно. Друзья, вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и подписаться. Напоминаю, что все средства от монетизации канала идут с Бройным Сылом Украины. Поэтому, когда вы помогаете количеству просмотров, вы тем самым помогаете и с Бройным Сылом Украины. Поэтому, друзья, поддержите. И начну я с очень хорошей новости. Действительно хорошая новость. 8 ноября я поставил ультиматум Одесской городской власти о том, что нужно убирать памятник Екатерине II с центральной площади Одессы. А еще нужно убрать памятник Суворову, генералиссимусу Суворову вместе с Николаем II. Там вообще просто у него иконостас, который стоит в Одессе. Геннадий Труханов, я даю один месяц на то, чтобы оцей памятник звезды принимать решение про его перенесение. Вот всему этому русскому миру имперскому не место больше в украинской Одессе. Все. До свидания. И это решение сегодня, друзья, было принято. Видите, в месяц уложилась Одесская городская власть. Так что наше с вами требование выполнено. И это решение принято. И очень интересно, их убирают пока. Потом где-то, значит, там, может, там, музей или в какой-то специальной зоне их будет ставить. Но пока их, знаете, куда будут ставить? На склад специализированного предприятия коммунально-бытового обслуживания, оно так называется. А на самом деле это предприятие, которое обслуживает городские кладбища. Я думаю, это очень показательно. Русский мир уезжает на одесские кладбища. И вот, собственно говоря, на кладбище ему и дорога. Друзья, вот такая отличная новость. Ну, а теперь давайте к теме нашей сегодняшней. И это про дипломатический фронт и про союзников России. Ну, вы понимаете, что на самом деле, там, воевать без союзников еще не удалось в мире никому. Даже у гитлеровской Германии были союзники. Да, в принципе, и серьезные союзники. А там, да, вы помните, Япония, Италия, союзники поменьше. А кто союзники Путина? Кто они? И Путин очень сильно рассчитывал на Китай. Очень рассчитывал на Китай. И очень надеялся, значит, что Китай его выручит. Но не тут-то было. Да, с одной стороны, там, Китай на дипломатическом, да, там, вот в ООН, там, не голосует за резолюции против России. Но Путин-то от них ждал другого. Путин от них ждет технологии, деньги, оружие. А вот тут-то до свидания. Да, машины какие-то они присылают, которые, Россия, на которые, там, привинчивает табличку «Москвич», якобы выдает за свои. Да, какие-то детали от телефонов присылает. Но это совсем не то, на что рассчитывал Путин. И они уже, пропагандисты, прямо говорят, а где же наши союзники? И кинули нас, наши союзники. Послушайте. Понятие «союзник» у нас сейчас на бумаге, на фактах. Его нет, а многие наши псевдосоюзники помогают опосредственно нашему противнику. В общем, с Китаем не получается. Дальше Иран. Ну, Иран вроде и начал и дроны поставлять, и они там развернулись по полной. Но тут за Иран взялся, как следует, цивилизованный мир. И вы знаете, Иран уже поплыл. Кстати, поздравляю, сборная США победила сборную Ирана на чемпионате мира по футболу. Ну, свободный мир всегда должен побеждать. Да, так Иран поплыл. И уже тоже, так, знаете, свое союзничество с Россией и отрицает, и петляет. Ну, в общем, совсем тоже не так выглядит, как союзники, как они на это хотели бы рассчитывать. Кто же у них дальше союзники? Ну, мы понимаем, у них была следующая надежда. Это ОДКБ. Ну, вот ОДКБ, страны, все это их союзники, военный блок. Там только Казахстан обсуждает США продажи нефти в обход России. В Армении Пашинян отказывается подписывать документы саммита ОДКБ, а люди выходят на улицы с портретами Путина. Ну, не чтобы его встретить, а чтобы сказать, что он пошел вон из Еревана. Ну, там понятно, Беларусь оккупирована, тем деваться некуда. Все остальные союзники совсем не хотят и даже не голосуют вместе с Россией в ООН. Ну, то есть совсем не срастается. Ну, Россию там несет по клочкам, и поэтому сейчас достается всем. И раньше они еще очень рассчитывали на Германию. Ну, это действительно серьезная страна, влиятельная, богатая. Но только все развалилось полностью. Полностью все развалилось у них по направлению Германии. И Штанмайер, который, помните, формула Штанмайера, за которую так билась Россия, я считал его своим союзником, сегодня формула Штанмайера очень проста. Штанмайер прямо выступает и говорит, никаких перемирий с Россией, пока они не освободят все украинские территории. Потому что сегодня прекратить огонь, это значит оставить Путину какой-то кусок украинской территории? Нет, так нельзя. Нам такое не подходит. Такого быть не должно. Вот она, новая формула Штанмайера. Послушайте его. Любые призывы к прекращению огня сейчас несерьезны. Потому что, по сути, прекращение огня в этот момент означало бы признание уже произошедшей несправедливости. Прекращение огня сейчас будет означать, что Россия оставит себе оккупированную территорию. Это означает, что нарушены границы, попирается международное право и происходит захват земель. Что все это будет разрешено. И это не может быть целью прекращения огня. Поэтому, к сожалению, должен сказать, что на данный момент я не вижу выхода. Ну и, конечно, на это просто истерическая реакция российских пропагандистов. И снова выходит соловьиный помет. И снова демонстрирует свои актерские способности передразнивать Штанмайера. И снова из себя пытается показать какого-то германского нациста. Послушайте, посмотрите на это. Это говорит Штанмайер, который президент Дойчьи. Да, Штанмайер. И Дойчьи Штанмайер президент очень. Ди Райс. Соловей, ты российский нацист. Это все смотрится, ваш цирк смешно. Вы мне что-то намекаете на Вторую мировую войну? Так после нее Германия прошла денацификацию и стала уважаемой страной. А вы остались, вы последние нацисты мира. Тогда сталинский режим такой же был преступный, как гитлеровский. А сегодня вы и мы остались. Вы последние нацисты. Кого ты еще передразниваешь? Так что с Германией тоже все плохо. Ну, следующий ниха, друзья, это Папа Римский. Напомню, Папа Римский в Украине много критики в адрес Папы, потому что он с самого начала войны все время какие-то заявления делал нейтральные. То он вместе украинку и россиянку там на процессию в Риме, значит, в Ватикане ставил, типа, как примирение. То он жалел о Дугиной убитой. В общем, и даже несмотря на всю такую позицию, это, кстати, показатель, с этими сумасшедшими, знаете, те, кто думают, что с ними можно как-то вот их там умиротворить и как-то найти с ними общий язык, все не работает. Потому что у них теперь Папа Римский сатанист. Они так и говорят. А почему? А потому что он сказал, что, значит, жестокость по отношению к украинцам, и он сказал, что вот ее особенно проявляют чеченцы и буряты. Это удивительно. Во-первых, мне эти слова Папы Римского тоже не понравились, потому что на самом деле жестокость самих русских там зашкаливающая. И мы видели, кто резал, убивал в буче, и там далеко не только буряты, о которых говорит Папа Римский, а там и других, и Мариуполь, кто уничтожал. Поэтому тут, знаете, нет каких-то отдельных плохих наций, это точно. Но Папа Римский же пытался как раз даже выгородить русских. Типа русские, вот они еще не так плохие, а то вот преступления делают, значит, чеченцы и буряты. Но вот это не понравилось там Рамзану, Дон-Дону Кадырову, значит, а он, ох, конечно, если что-то не нравится Дон-Дону, значит, все российские пропагандисты должны кидаться на амбразуру. Там уже, знаете, он реально, там он с Пригожиным уже больше рулит, чем Путин. Я делал об этом отдельное видео. Ну и, в общем, они устроили крик, что раз такое сказал Папа Римский, то, значит, он сатанист. И говорит это никто иной, как наркоман Игорь Марков, которого я хорошо знаю, которого в Одессе еще 10 лет назад, в 2012 году побеждал, а ему тогда Янукович организовывал победу, украли мои голоса, чтобы сделать Маркова народным депутатом. В общем, теперь этот в Москве и рассказывает, что Папа Римский сатанист. Послушайте. Сегодня правильно, я слышал заявление командира чеченского спецназа, он абсолютно правильно сказал, что Папа Римский, это чистой воды сатанист. Он еще что-то комментирует. Вы знаете, он рассказывает про то, что жестокость там чеченцев и бурятов, он, по-моему, мужество и героизм наших солдатов. В их понимании это жестокость, наверное. Более того, он вообще родство открывать не имеет права. Почитать историю католицизма, почитать их инквизицию, это сборище сексуальных маньяков, извращенцев и сандистов в монашеских рядах. Ну, параллельно Марков тут же кроет и Молдову. Ну, это вообще удивительно. Марков, который говорит о Папе Римском, ну, это вообще, знаете, ну, это как мусор на улице, который не может говорить о прекрасном, не может говорить о красоте. Ну, это вообще, конечно, полное безумие. В общем, ну, и Молдова у них тоже плохая. Только качали-качали эту Молдову, ничего не получается, значит, моя санда у них тоже не такая. Послушайте еще Маркова. Например, та же Молдавия. Посмотрите, как действует ее так называемый президент. Посмотрите, какие там события разворачиваются. У меня создается полное впечатление, что она делает все для того, чтобы стать для нас кэшбэком за Украину. Понимаете? Потому что, посмотрите, к чему она призывает. В общем, нет у них никаких союзников. Все плохие вокруг, все страны не такие. И поэтому, друзья, союзников они себе нашли. Где? Африка. Центрально-африканская республика. Тюрьмы. Появилась информация о том, что Вагнер набирает себе новое мясо, уже российских тюрьм не хватает, и поехал он в тюрьмы африканские. И собирает там преступников, террористов, которые сидят там, что в Центрально-африканской республике там реально в тюрьмах есть просто военные преступники. Ну и вот они как раз отлично. Военные преступники и террористы, это как раз те же, кто и есть Вагнер. Вагнер подумал, так они же такие, как мы. Отлично, Пригожин говорит. Я полетел за своими ребятами. В общем, представляете, до чего скатилась эта Российская империя? Что сегодня она ищет, кто будет за них воевать в африканских тюрьмах. И привезет из Африки каких-то военных преступников, которые и снега-то, наверное, не видели в жизни. И в минус 10 кинет их там на Донбасс, на Бахмут или еще где-то. Что они там, сколько они проживут часов, я не знаю. Но вот это сегодня Российская империя. Союзники ее. Помните, когда-то есть такое, один из российских императоров сказал, что у России есть только два союзника. Ее армия и военно-морской флот. Они очень любят эту фразу. Ну вот у них так это, друзья, и сложилось, что у них есть только два союзника. Только теперь у них не армия и военно-морской флот. А у них теперь есть только один, друзья, союзник. Это военные преступники из африканских тюрем. Представьте себе, до чего дошла Российская империя. Что уже ни армии своей нет, ни союзников нет, ничего нет. А есть только вот этот повар Путина, Пригожин и Кадыров, Чефир вдвоем. Которые теперь собирают зэков и преступников в Россию со всего мира. Друзья, вот она реальность. Ну а ответом на это понятно. Вагнер нужно признавать террористической организацией. Вот и Путин это террорист номер один. И Пригожин вместе с ним. Я сейчас в США. Как раз мы здесь об этом говорим. И я надеюсь, что в США будет принято решение о признании группировки Вагнер террористической организацией. Это важное решение. Оно еще и будет шагом к последующему, я надеюсь, признанию и России страной спонсором терроризма. Так что пока у них союзников нет, мы продолжаем работать. Я к вам записываю это видео в Вашингтоне. У меня сегодня очень много встреч. Вчера встречался с американскими сенаторами, с конгрессменами, с think tank. В общем, мы работаем активно. Друзья, и победа, конечно, будет за нами. Держим строй.